друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний киношедевр уралки из сарафана я к вам до самого раннего утра и прям уже с последними новостями да этот ролик еще уралочки не вышел на ю тубе а его уже посмотрела на дзене друзья мои ну что ролик под названием из того что было торт соорудила уралочка ты знаешь вспоминая твои тортики да из всевозможных крекеров пряников если честно мне стало страшно ну что мы на локот уралочки но это не я надумала сделать сладенькое это мой муж муж захотел сафарчик сбегал несмотря на то что холодно по морозу по морозу форму для тортика купил да друзья мои так жратенько захотелось что по морозу побег побег сарафан побег за формой да ну я так понимаю что конечно же по на машине да поехал все-таки не бежал пешком как говорится да своими двумя нет это вряд ли но уралочка молодец видно уралки так жрать сладкого захотелось что она не жалея своего любимого мужа дала ему задание сказала а ну давай шуруй за формой мне хочется торта и скажешь скажешь что это ты его захотел да ребят я в этом даже нисколько не сомневаюсь что уралка была инициатором так скажем да вот данного данного произведения кулинарии данного шедевра кулинарии ну а сарафана подставила надо же вечно на кого-то валить то и вот собственно валит то на абду то на сарафана сарафан сказал да 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 это я захотел это я захотел сарафан мы верим конечно же мы конечно же тебе верим как же вам не верить ну и показывает она эту форму друзья мои а он говорит да двадцать четыре сантиметра сарафан мечтать тебе не вредно про двадцать четыре сантиметра в общем уралочка рассказывает о том что тортик будет просто the best она говорит ой это прямо наша фантазия да друзья мои уралочка сарафаном решили намутить тортик она говорит прямо как хочет мой муж с белковым кремом и тортик будет с абрикосами уралочка самое главное чтоб не с крекерами абрикосы мы еще готовы пережить оказывается друзья мои пока суть до дела пока тудым-сюдым форму ты нашли нашли старую форму да для запекания друзья мои для 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 этих короче а сарафан предлагает говорит давай эту старую форму выбросим на что уралка говорит нет 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 не надо давай если что выкинем потом ребят вот представляете насколько она жадная но кто поверит в то что она может что-то кому-то дать бесплатно да да еще и там задаривать кого-то какими-то там подарками вещами от тики текса от василька от кого угодно собственно да никого она никогда задаривать не будет даже своими тебе банками с клянками если только дашь на дашь как говорится да ты мне я тебе а здесь даже старую форму она это выбросить не может будет все это как плюшкин складировать лишь бы только все это было у нее там если все вытащить все это старье которое ненужное уже да которое уже свое отслужило то там представляете сколько всего будет там наверное половину квартиры вынесут далее далее сарафан от жадности уже предлагает говорить а давай давай говорит большой торт сделаем вот такой уралка говорит да ты что типа очумел что ли да сарафан тебе еще как на свадьбу трехъярусный торт далее сарафан начинает общаться со своими зрителями и нет сначала он сказал оля оля а рецепта где будет она говорит ну рецепт он говорит рецепт вистовим в телеграм да друзья мои конечно же сарафан непременно выставляя рецепт этого торта и нашего иначе ваши хомяки просто с ума сойдут от горя если вы этот рецепт им не выставите да все лапы все языки в телеге сотрут будут кричать дайте пожалуйста рецептик оленька дайте рецептик мы такой красоты и вкусноты никогда в жизни не видели спасибо что вы нам 60 70 лет открыли глаза да друзья мои вот понимаете я говорю я бы еще поняла если бы там у нее в телеграм-канале писали каким 15-летний 20-летний да да хрен с ним даже 30-летние которые бы писали оленька научите нас пожалуйста там что-то там печь готовить и так далее да но там пишут женщины которые даже старше чем она и все в срочном срочном порядке у нее просили да тесто на пельмени ребят это конечно очень сильно в общем да уралочка их научит жизни научит обязательно так что сарафан рецепт не забудь вистовить иначе ваши хомяки с ума сойдут от горя они так пережить не могут жизни без обдугани не видят а тут еще и без рецепта их оставят уралочка говорит я не повар кулинар да уралочка зато споришь до усрачки со всеми да ребята ребята пока не забыла ей там в комментариях пишут оля очень артистично ее обожает камера да женщина вы абсолютно правы воля та еще артистка да но я бы по станиславскому сказала ей не верю да несмотря на то что она у нас актриса больших и малых подмостков ну а в плане того что ее любит камера вы знаете вот здесь бы я с вами поспорила особенно тогда когда все 25 подбородков уралочки благополучно лежат на ее мощной груди ну или тогда когда ее руки крылья вот эти вот окорока свисают до причинного места ну или тогда когда она стоит в профиль и вы знаете вот это вот тетя гора вот этот горб сзади да и все на свете или тогда когда она натягивает на себя какой-нибудь очередной василек кстати уралочка а где красная кофта ты обещала нас радовать в этих а я пойду в красном а я выйду да друзья мои это та самая кофточка трикотажная которая обтянула нашу красопету просто как сардельку со всех сторон а живот у нее прям болтался на коленях а пупок лежал ниже причинного места там собственно уралочка мне интересно а когда ты наденешь эту красивую кофточку дабы мы ты знаешь вот были готовы к этому моменту чтобы мы с девчонками и с мальчишками на моем канале просто от злости полопались от зависти да какая ж ты какова ж красота но какова красота далее друзья мои сарафан опять начал рассказывать про то что он вечно мерзнет и у него опять низкое давление ну значит он рассказал что и об дугане тоже значит проблемы говорит да да а вот правда говорит ты знаешь у об дугане говорит температура тела говорит всегда тридцать девять я только хотела сказать что сарафан ты придурок и в этот момент уралка говорит да что ты такое несешь не тридцать девять а тридцать семь он говорит да да а мы то и не знали да а у него говорит такая температура тридцать семь для него нормальная уралка гряда у об дугане с детства температура тела тридцать семь уралочка а ты прям знаешь какая у него температура тела у об дугане да сарафан то ничего про своего сына не знает а ты подавно да да нам свек раз звонил и рассказывал о том что об дугане такая вот температура тела но это ладно друзья мои сарафан опять начал рассказывать о том что мерзнет и про свое низкое давление сарафан Ты знаешь, а вот что я тебе хочу сказать, ты вот тут скакал, как горный козел, как козлик, да, смеялся над всеми, да, да, вот мы будем жрать и так далее. А ведь ты знаешь, это ведь не шуточки, между прочим, низкое давление, то, что ты без конца мерзнешь, это ведь как раз-таки проблемы со здоровьем. И я тебе говорила, что проблемы со здоровьем начинаются у многих людей после 40 лет, вот этот вот рубеж проходит, да, и у людей начинаются проблемы со здоровьем. Но опять же, откуда мы все это знаем? Потому что знаем от мам и пап, да, от бабушек и дедушек, тети и дяди, мы же все живем, как говорится, да, в обществе, да, все живем в социуме, все живем среди людей. И, конечно же, начинают наши близкие, родные, там, друзья, там, какие-то знакомые, соседи, там, чем-то делятся, рассказывают, что вот до такого момента не было, а потом откуда что взялось, да. Но бывает и так, Сарафан, если вести не совсем здоровый образ жизни, да, опять же, плюс там наследственность, плюс туда, плюс сюда, то ты знаешь, Сарафан, могут болячки, да, полезть гораздо раньше. Но это я вообще не говорю даже про хронические какие-то заболевания, которые могут быть вообще у человека с рождения. Так вот, Сарафан, ты знаешь, ведь это не просто так, что ты без конца мерзнешь. Возможно, да, нет, ну понятно, что ты с юга, как говорится, да, и так далее, вам здесь климат не самое то, хотя, опять же, тут уже на Урале ты живешь уже 18 лет, да, но в любом случае, когда говорят, что человек постоянно мерзнет, это, возможно, скорее всего, у него действительно есть проблемы большие со здоровьем. То есть это либо недостаточный уровень гемоглобина в крови, да, либо это нехватка определенных витаминов и определенных жиров, либо это может быть проблемы со щитовидкой, да, это я в общем говорю, в целом, да, либо, либо это может быть даже, да, нарушение функции сосудов, а может быть и диабет. То есть тут масса причин, по которым, да, вот как раз-таки низкое давление, плюс еще и то, что человек постоянно мерзнет, да. Это не шуточки-прибауточки, между прочим, это, возможно, уже Сарафан-звоночек к тому, что надо сходить к врачу, сдать как минимум анализы и проверить себя, да, что там у тебя происходит. Ну, друзья мои, как знать, может быть, через недельку мы с вами увидим, как Сарафан галопом поскочит как раз-таки в поликлинику записываться, ну, или будет платно сдавать анализы. Понимаете, одно дело, когда рядом с ним развалюха-уралочка, до которой ему нет никакого дела, и тем более до ее здоровья нет никакого дела, да, другое дело, когда это коснется самого Сарафана. Давайте-ка вспомним, когда у него начинаются простуды, он начинает прямо, знаете, я заболел, я заболел, я два раза чихнул, температура 37, все, трындец, все, 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 как говорится, да, вот. Ну, и здесь, конечно же, друзья мои, всякое может быть. Поэтому, Сарафан, ты знаешь, да, наверное, возможно, это маленький звоночек, уже и не первый звоночек, к тому, чтобы заняться своим здоровьем, а не шарахаться по обзорным каналам и по другим нашим социальным сетям и написывать о слевых аккаунтах. В общем, друзья мои, вот такая катавасия, да, продолжение, конечно же, следует, естественно, мы с вами обсудим все моменты. Ну, и что еще хочется сказать, да, вот опять, только-только начали говорить про тортик, только форму, значит, показали, старую нашли, новую продемонстрировали, да, про все свои болячки рассказали, ну, опять же, чтобы их еще пожалели, да, и так далее. И разговор, как всегда, зашел в плоскость Абдугани. Вот, понимаете, без разговоров об Абдугани ни туда и ни сюда вообще ничего не могут, да. Ой, у него вот такое, а вот у Абдугани у него такая температура тела и так далее, и так далее. Господи, сдался вам этот Абдугани. Неужели вам не о чем поговорить, да? Вы как раз-таки сегодня готовите, готовите, да, говорите вы про готовку, про жизнь, про себя. Нет, надо постоянно болтать про этого, друзья мои, Абдугани. Да, кстати, мне вчера писали ребята по поводу того, что кто-то там из девчонок написал на ютубе. Галя, откуда там они могли знать, что там находится в коробках? Ребят, когда приходят коробки от Wildberries, да, допустим, там на коробках уже написано, там же стоит как раз-таки вот этот штрих-код, все на свете, и там написано, что у тебя лежит в этой коробке. Так что там все это есть, да, а по поводу того, что мне вчера писали, что Галя, это она там сидела в парикмахерской, жевала пельмени. Ребят, ну вы совсем что ли уже? Я сразу сказала еще сутки назад, когда я выложила по горячим следам опять с самого утра обзор на Уралочку, я сразу сказала, что она жевала жвачку, это же заметно. И это очень видно, что она жевала жвачку, понятное дело. Я вчера сутки назад об этом сказала, что она зажевывала как раз-таки всю вот эту вот ситуацию, где они нафиговертили как раз-таки, когда готовили пельмени. Ребят, продолжение следует. Всех целую, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok